Я тоже не программист, я системный архитектор. То есть если человек является системным архитектором в области программирования, у него однозначно есть склонность к управлению человеческими коллективами. 20 октября ректор Казанского университета Ильшат Гафуров назначил Дмитрия Чекрина директором Института вычислительной математики и информационных технологий. Ранее эту должность занимал Сергей Мосин, а Дмитрий Чекрина, в свою очередь, был директором Центра цифровых трансформаций. Теперь же системный архитектор совмещает обе должности. Один человек может управлять достаточно большим количеством людей в коллективе. То есть я являюсь человеком, который обладает опытом руководства коллективами до нескольких сотен человек. То есть поэтому управление одновременно ВМК и Центром цифровых трансформаций является нормальной задачей. То есть главное просто корректно построить систему принятия решений и иерархию. По словам Дмитрия, любовь к информатике и программированию у него появилась в три года. В частности, это заслуга его отца. Мой отец, он заслуженный учитель Республики Татарстан. То есть у него было большое количество программируемых калькуляторов. Вы их, наверное, не видели. Это такие вот большие калькуляторы. Ну, в смысле, это калькуляторы, на них есть команда. Как вот есть такой язык ассемблера. Вот на них есть команда из ассемблера. Вот где-то в три-четыре года он стал меня брать с собой в Аббаранск, потому что не с кем было оставаться дома. И я учился программировать эти калькуляторы. Начало получаться хорошо. Дальше продолжил. Широкие познания Дмитрия в области математики и информатики с юношеских лет помогали ему в создании программных решений. Я всегда делал акцент именно на разработку программных решений и на проработку математических аспектов в области радиосвязи. Плюс всю сознательную жизнь, то есть это на протяжении последних, получается, 17 лет, я руковожу именно коллективом программистов прежде всего. Теперь же перед новым директором стоит задача вывести институт на более высокий уровень IT-факультета в стране. У нас есть перечень показателей, которые мы должны выполнить в 2021 году. Если эти показатели не будут выполнены, институты не будут. Поэтому первостепенная задача является выполнение всех этих показателей. Моя задача является вывести институт не на минимально приемлемый уровень, а на уровень, соответствующий IT-факультету, ведущему IT-факультету мощного федерального университета. По словам Дмитрия, в институте не будут сильно меняться научные направления, однако они будут подвергнуты некому апгрейду. По всем кафедрам выбираются те направления, по которым есть активные исследователи сейчас, не менее двух. Направление, по которым работает менее двух человек, не считается активно, оно не может им считаться. Плюс у которых есть хоть какое-то количество магистратов, аспирантов. Если такое направление есть, если на него удалось привлечь магистратов, аспирантов, значит, это направление является интересным. Моя задача его максимально интенсифицировать с фундаментальной точки зрения, чтобы оно развивалось. Моя задача найти для него прикладное применение. Стоит также отметить Центр цифровых трансформаций, которым также руководит Дмитрий. По его словам, Центр продолжит работать в прежнем режиме. В текущий момент Центр цифровых трансформаций меньше, чем за полгода, по многим показателям, двухкратно перевыполнил показатели, которые должны были быть реализованы к концу 2021 года. Я же не один же перешел. Я же перехожу с командой. Нет, в смысле, это не значит, что весь ЦЦТ. Но, тем не менее, руководящая команда, то моя взята во многом-то оттуда. То есть мы считаем, что нам удастся повторить те же самые тенденции в рамках всего ВМК. Несмотря на то, что в новой должности Дмитрия всего несколько дней, у него уже есть несколько задач и решений, которые начнут воплощаться в жизнь в ближайшее время. Моя квалификация максимально соответствует квалификации этого факультета. Плюс, все-таки, так как я умею, знаю, можно сказать, даже люблю выстраивать корректно процессы в организациях, наверное, я не самая плохая кандидатура. Лев Диденко, Леонард Авлитьяров, Универ, Ньюс.